Российская туристка слетала в Танзанию в одиночестве и рассказала о том, как провела отпуск. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе, Яндекс.Дзен. По ее словам, остров Занзибар – идеальное место для самостоятельного путешествия, так как располагает небольшой территорией, пляжами в шаговой доступности, а также широким выбором экскурсионных туров с русскоговорящими гидами. Блогерша уточнила, что на время отдыха разместилась в отеле на одном из самых лучших курортов острова – Нунгви, с собственным пляжем, хорошей инфраструктурой, огромным количеством кафе и ресторанов. Именно здесь по многим показателям чувствуется настоящая цивилизация. Больше всего вечерами мне нравилось совершать променад по живописной улочке с ресторанами, клубами и барами и выбирать новое место для ужина, рассказала туристка и отметила, что во время прогулок по окрестностям и экскурсии познакомилась со множеством соотечественников, которые впоследствии нередко составляли ей компанию. Путешественница заметила, что, когда оказалась на отдыхе одна, перед ней открылись безграничные возможности и волшебное чувство настоящей свободы. Если заранее спланировать свой одиночный отдых, все получится, как надо, подытожила она. 29 декабря сообщалось, что российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии, и сравнил его с Анапой. Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж, высокий берег, в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но, кажется, туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали, рассказал отдыхающий о своих ощущениях. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.